В честь Дня российских студенческих отрядов 17 февраля во Дворце культуры Аграрного университета состоялась встреча ребят в Синих бойцовках. Большим концертом отметили бойцы областного штаба свой профессиональный праздник. Мы причастны к огромному, важнейшему движению в стране. И вступая в 2020 год, я хотел бы, чтобы каждый отряд действительно прислонился и сделал шаг в сторону сохранения истории. Мы с вами вступаем в год 75-летия Победы. Мы с вами действительно занимаемся просвещением и образованием молодежи. Так давайте каждый из вас, каждый отряд, каждый боец немножко посмотрит на историю своей семьи. Давайте мы с вами наполним год 75-летия Победы нашими трудовыми победами и большой исторической работой внутри каждого из нас. На мероприятии присутствовали также представители отрядов снежного десанта. Буквально накануне они завершили одноименную патриотическую акцию. Три недели ребята работали в городе, в 10 районах Омской области, а также в Республике Казахстан. 12 муниципальных районов наши отряды посетили. Это порядка вовлеченности более 150 студентов в этом году, которые выезжали в муниципальные районы. И порядка 200 школьников, которые работали на объектах города Омска, очищали, боролись со снегом в детских садах города Омска и в других значимых объектах нашего родного города. Во всероссийской акции принял участие первый международный отряд снежного десанта «Братство», в состав которого вошли ребята из Омска, Перми, Республик Казахстан и Беларусь. Быстро нашли общий язык, быстро подружились, заобщались. Каждый превознес какую-то свою лепту, узнали много о друг друге нового, о странах друг друга. Мы приезжаем в деревню, помогаем ветеранам и дружинникам тыла. Убираем снег, колем дрова, чем-то по дому помогаем. Также проводили концертную программу. Мы шли в школу и нам выделялся один урок в 45 минут для проведения мастер-классов. У нас были мастер-классы для всех возрастов от 1 по 11 класс и вот так же занимались с детьми. Сохранение исторической памяти – одна из задач работы снежного десанта с населением. В этом году акцию приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На концерте бойцы студотрядов продемонстрировали свою подготовку к юбилею. «По пути этих полчищ разрушены села, потоп-то на нож, и всюду поспешно и шаг по волчьям творят эти люди разбой и грабеж». «Мы должны знать и помнить. Наши дети должны знать и помнить. И дети наших детей должны знать и помнить. И так, за поколением поколения. Ведь единственное, чем мы можем им оплатить – это наша память». Итоги всероссийской акции «Снежный десант» подвели в финале праздника. Третье место занял отряд «Арктика», который очищал от снега Калачинский и Кормиловский районы. На втором месте оказались ребята из отряда «17-й рассвет». В этом сезоне они убирали снег, проводили мастер-классы и устраивали концерты в Любинском и Саргатском районах. Десантники из отряда «Сибирский характер» вот уже пятый сезон подряд работали в Тюкалинском районе. За оказание помощи ветеранам, пенсионерам, работу со школьниками, а также уборку снега во дворах, на мемориалах и памятниках, ребята были признаны лучшими. «Сибирский характер! Третий балл подряд, друзья! Это моя вероятная победа! Поздравляем вас с победой! Со знаменем лучшего отряда снежного десанта вы большие молодцы!» «В этом году у нас блок был со средним звеном, это пятая-седьмая класса. Мы с ними проводили такую игровую лекцию про войну. В школах проводим игры с третьим-четвертым классом в спортзале и мастер-классы проводим первому-второму классу по развитию мелкой моторики. И еще одной очень важной частью нашей акции является шефская помощь, точно так же в труднодоступных субъектах нашей Родины. Это конкретно помощь на социально значимых объектах, это как памятники, различные мемориалы победы и еще что-нибудь. Ну и, соответственно, самое важное – это помощь ветеранам войны, помощь пенсионерам, которым некому помочь». В День российских студенческих отрядов благодарственными письмами от Регионального министерства по делам молодежи, а также памятными медалями к 55-летию Омского областного студенческого отряда наградили самых активных бойцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова